Добрый день, дорогие мои. У Александра Лукашенко есть удивительное качество. Он назначает человека на какую-либо должность и прилагает все усилия, чтобы с этой должностью человек не справился. Буквально на днях он публично унизил нового главу КГБ Ивана Терселя, посоветовав тому читать в белорусские медиа про закат президентской карьеры. Но вы же понимаете, что читать в белорусские медиа – это обязанность по долгу службы для сотрудников КГБ. И обвинять в том, что он не читает белорусские газеты – это прямое оскорбление и обвинение в некомпетентности Ивана Терселя, нового главы КГБ. Вообще КГБ – это структура, которая может функционировать только если она окружена определенным ореолом таинственности, страха, даже ужаса перед репрессиями и перед какими-то возможными санкциями. Когда КГБ превращается в клавнаду, а над новым представителем КГБ публично смеется и издевается сам Лукашенко, то, конечно, такая структура нормально функционировать не может, и она начинает разрушаться изнутри. Как оказалось, между Москвой и Александром Лукашенко идет ожесточенный торг по условиям его ухода. Об этом, собственно, проговорился сам Александр Лукашенко и поделился этой новостью официальный телеграм-пул первого. В частности, на этот скрытый торг указывает два момента. Первый момент. Александр Лукашенко вдруг неожиданно заявил о том, что он готов помогать новой власти Беларуси сохранять все то, что он наворотил здесь последние 26 лет. Я хочу напомнить, что после президентских выборов Александр Лукашенко топол ногами бился в истерике и кричал, что даже мертвым он останется президентом Беларуси. А тут два с половиной месяца протестов, да, как говорится, всего ничего, и он уже заговорил про какую-то новую власть, и тем более про какого-то нового президента. И второе. Александр Лукашенко очень прозрачно намекнул на то, что Москва указывает ему на какого-то преемника, причем очень конкретного преемника. К сожалению, он не поделился с нами информацию, кто этот персонаж, но заявил о том, что его должны сменить какие-то генералы. Кто эти генералы и откуда они возьмутся, непонятно, но понятно то, что идет какой-то процесс согласования между ним и, я предполагаю, Москвой. И что человек уже известен, и это человек с генеральской должностью. Насколько этот вариант устроит нас, не знаю, думаю, что нет. Но тем не менее, то, что Лукашенко уже заговорил про то, что он уходит, и очень серьезно задумался про то, что он не будет президентом, для нас отличный знак. И очень плохая новость для всех боевиков, и я батик, потому что это означает только одно. Лукашенко их и их всех сливает унитаз в обмен на личные гарантии неприкосновенности и в обмен на, собственно, какие-то определенные плюшки, с чем их и поздравляем. Думаю, нам в какой-то момент надо ожидать возбуждения уголовных дел против боевиков. Так что, дорогие мои, процесс идет. Нашего бывшего дожимают со всех сторон, и продолжаем его дальше дожимать. Готовимся к дожимкам 2020, Живе Беларусь, и все у нас получится.